Приветствую всех дорогие друзья. Сегодня в ролике давайте посмотрим на первую информацию про линейку видеокарт Nvidia Lovelace, которая обещает стать на 70 процентов быстрее чем RTX 3090. Взглянем как новый Core i7 обходит конкурентов и оценим самую дорогую в мире PlayStation. Обо всем этом и о многом другом я расскажу вам прямо сейчас. Но перед тем как мы начнем, не забудьте зарегистрироваться в таверне нажав на колокольчик и кнопку подписаться. И с вашего позволения я начну с очень мощного теста процессора Core i7-11700K. Как и ожидалось, вслед за тестами инженерных образцов в сети начинают появляться бенчмарки финальных версий. Один из таких процессоров был замечен в тесте Geekbench. Им оказался Intel Core i7-11700K, который был испытан на материнской плате Z490 Aorus Master. В арсенале процессора имеются 8 ядер с поддержкой гипертрейдинг 512 килобайт кэш-памяти L2 и 16 мегабайт общего кэша L3. Стоит отметить, что отличительной чертой архитектуры Cypress Cove является вдвое выросший L2 кэш. Рабочие частоты нового процессора составили от 3,6 до 5 ГГц в динамическом разгоне, а штатный уровень TDP равен 125 Вт. Тест Geekbench 5 он завершил с результатом в 1807 баллов на одно ядро и получил 10673 баллов в многопотоке. Как видите, у Intel всё-таки получилось обойти Ryzen. Новинка обходит Ryzen 9 5950X на 8 процентов, а в сравнении с Core i7-11700K она оказывается быстрее на 34 процента. Тем временем в лагере Nvidia уже появилась первая информация про архитектуру Lovelace. Новая порция утечек раскрывает потенциальные технические характеристики флагманского кристалла Nvidia AD102. В новой архитектуре количество кластеров обработки графики увеличится до 12 единиц, что в два раза больше, нежели у старших представителей Turing. Это означает, что графический процессор может содержать до 72 текстурных кластеров из 144 потоковых мультипроцессоров. Это даст ему 18 432 ядра CUDA, что на 71 процент больше, чем у видеокарты RTX 3090. Данная видеокарта однозначно будет быстрее как флагмана Ampere, так и предстоящей RTX 3080 Ti и конечно же RTX 3070. Но пока не ясно, когда будет выпущена новая архитектура. Инсайдеры начали делиться информацией по этой теме буквально неделю назад, так что до официального анонса и релиза может пройти очень много времени. Теоретически, архитектура Lovelace ляжет в основу игровых видеокарт GeForce RTX 4000, которая придёт на смену RTX 3000 и станет преемником RTX 3090. А в отечественной процессорной отрасли стало известно о том, что Минпромторг отменил закупку четырёх опытно-конструкторских работ уже после определения поставщиков. Эти проекты были суммарно оценены в 21,5 миллиарда рублей, а в рамках одного из них планировалась разработка новой серии процессоров Elbrus. Об этом стало известно из издания Коммерсант, которая опубликовала соответствующие документы. Согласно имеющимся данным, решение об отмене уже разыгранных конкурсов было принято после совещания у вице-премьеров. Причина такого решения связана с необходимостью прямого привлечения конечных рыночных заказчиков к процессу разработки отечественной электроники, чтобы в итоге создавались более востребованные рынком продукты. Эти контракты предусматривались для разработки процессора с 7-нм топологией под названием Elbrus 32, а также системы на кристалле на базе ядер с архитектурой нейроматрикс, многоядерного процессора и оптических мультиплексоров. Самые крупные контракты по 7,5 миллиарда рублей должны были достаться разработчику процессоров Elbrus и создателю нейроматрикс. В Минпромторге пояснили, что дальнейшее развитие российской электроники будет координироваться дорожной картой, предусматривающей реализацию сквозных проектов посредством привлечения к компании заказчиков. Тем временем Юрий Бубли анонсировал выход программы ClockTuner Horizon версии 2.0. Утилита попадёт в открытый доступ ориентировочном во второй половине января, а ранний доступ для партнёров и тестировщиков открывается уже сегодня. Логичным нововведением второй версии является поддержка процессоров Ryzen 5000 серии на базе архитектуры Zen 3. Кроме того, в инструментарий программы добавлен гибридный режим оверклокинга, который упрощает задачу подбора оптимальной частоты. Гибридный режим представляет из себя комбинацию опций разгона, доступных в приложении. Он включает два профиля – P1 для лучшей производительности всех ядер и P2, который обеспечивает максимальные частоты одного или нескольких CCX. Еще одно улучшение – это новая технология мониторинга, которая больше не зависит от драйверов набора микросхем и фирменной утилиты AMD Ryzen Master. Другими словами, при использовании программы больше не требуется устанавливать Ryzen Master, а инструмент будет запрашивать данные у процессора с более высокой частотой, чем раньше. Юрий также поделился планами развития своего приложения. Согласно дорожной карте, версия 2.1 будет выпущена в первом квартале 2021 года. Она получит автоматический оптимизатор кривых для процессоров Zen 3, новую версию гибридного разгона и новый режим измерений. Версия 2.2 выйдет в релиз в третьем квартале и обеспечит поддержку Ryzen Threadripper 5000, а также мобильных процессоров Cezanne. В консольном же лагере показалась самая дорогая в мире PS5 в исполнении Cover. Сама компания заявляет, что PS5 самая быстрая, мощная и современная консоль, которая была признана одной из самых продаваемых игровых приставок. Их ювелиры не могли пройти мимо такой популярности и создали роскошную, очень сложную в изготовлении золотую версию. Корпус эксклюзивного устройства, получившего название Golden Rock, выполнен в оригинальной ювелирной технике, благодаря которой внешние очертания напоминают кристаллическую породу. На изготовление консоли требуется около 20 килограмм золота 750 пробы и также имеется фирменная табличка Caviar из чистого золота. Консоль Golden Rock комплектуется двумя контроллерами, над внешностью которых потрудились специалисты. Манипуляторы получили отделку из кожи крокодила золотыми вставками. Цена такой уникальной консоли пока что не раскрывается. Однако интернет источники отмечают, что с учётом стоимости золота она значительно превысит миллион евро. А компания Xiaomi анонсировала флагманский роутер AX 6000, продажи которого начнутся 9 января. Приобрести устройство можно будет по ориентировочной цене 90 долларов США. Новинка поддерживает стандарт Wi-Fi 6i и предлагает выделение диапазона 6 ГГц для нелицензируемого использования в дополнение к полосам 2,4 и 5 ГГц. Конструкция новинки предусматривает использование шести усилителей сигнала и семи внешних антенн и способна обслуживать одновременно до 248 подключённых клиентов. Также от новой операционной системы Windows 10X прилетела интересная новость. Оказалось, что работающие на ней ноутбуки смогут моментально выходить из сна благодаря функции Modern Standby. Кроме того, запущенные приложения смогут функционировать в фоновом режиме, даже когда устройство находится в спящем. Кстати, чуть позже эта функция будет также реализована и в стандартной версии Windows 10. По сути, на ноутбуках с Windows 10X спящий режим будет реализован подобно телефонам. Даже если устройство не используется активно, запущенные приложения не будут терять связь с интернетом и продолжат обновляться в фоновом режиме. Тем временем, по данным южнокорейского издания, компания Samsung в будущем году планирует сократить объёмы инвестиций в свои линии по производству памяти DRAM. В месяц компания будет выпускать только 30 000 полупроводниковых пластин для производства памяти. Новый Insight утверждает, что к марту будущего года Samsung собирается переоборудовать несколько из 13 функционирующих линий по производству памяти DRAM под производство сенсоров изображения. Изначально компания планировала увеличить инвестиции в производство памяти до объёма 40 000 полупроводниковых пластин в месяц, но по факту сократит их на 10 000. Также указывается, что одной из причин такого шага со стороны южнокорейского гиганта стала неопределённой сценообразованием на рынке памяти DRAM. Если ещё в первом полугодии 2020-го цены на DDR4 объёмом 8 гигабайт выросли на 17%, то уже к ноябрю они снизились на 14. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья.